Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 25 апреля. Я вот только что показывала первый томатик, который завязался у меня в теплице. Но вообще я пришла сюда. Это было радостное видео. Сейчас немножко грустное видео будет. Я хочу подсказать тем, кто не знает, как можно вырастить томат сломанный. Потому что у нас не всегда идет все так, как нам хочется. Я вот говорила, когда томаты уже такие большие выросли, а я все открывала-закрывала, открывала-закрывала. И вот во время ранней высадки очень часто мы можем повредить как-то томат. Вот у меня то же самое произошло. Я сломала один томат. Прям макушку полностью вот так сломилось. Сейчас покажу вам. И, конечно, он уже никак, как другие, не будет расти. Видите, вот здесь была вот эта вот самая главная макушечка. Она у меня отломилась. Остался только вот этот низ. И он начал... Я всегда говорю, что когда макушка обмерзает или мы ее отламываем, он начинает развиваться по другому сценарию. Он становится шаром. Короче, все силы, которые пустил бы он на макушку, на образование там бутончиков, на образование новой листвы... Надя, не ходи. Он начнет сразу наращивать бешено пасынки. И вот у меня то есть чем его заменить. Я его заменю, просто я сразу не заменила, потому что не смогла найти среди этой огромной тысячи стаканов именно этот сорт. Но сейчас я нашла. И вот перед тем, как его выдернуть, я покажу его вам. А у того, тем, у кого нет замены, ну нечем заменить этот томат. Вы можете прекрасно вырастить его через пасынок. И тут уже не важно, какой пасынок вы оставите. Вы, конечно, оставляйте самый крупный, самый толстый, самый здоровый. Если выращивать в один ствол, нужно, значит, оставить вот этот огромный толстый пасынок. Остальные все выщипать из пазух. И это у вас будет томат, пусть он даже индетерминатный, он прекрасно вырастет. Тут вот видите, тоже макушка. Агроном идет, проверяет. Вот один. Если вы хотите вырастить в два ствола, пожалуйста, вот эти самые-самые слабые пасынки убирайте. А вот видите, толстый, вот прям толстый хороший. Даже не важно, что он не самый первый снизу, он не самый первый сверху. Видите, они развились неравномерно. Значит, мы оставляем два толстых. Вот этот оставили бы. Сейчас я покажу вам. И вот этот оставили бы. И вы будете выращивать по обычному сценарию. Вот ваши два ствола. Они догоняют очень быстро. Вот в такой стрессовой ситуации, когда обламывается томат, он пускает все силы на развитие этих пасынков. Поверьте, они буквально через какое-то короткое время, они превратятся вот в такие же толстые стволы. И вы потом даже не найдете среди этой толпы, где у вас был вот такой травмированный, раненый томат. Все, до свидания. Это такой маленький нюанс. Бывают такие мелочи, что огорчают нас. Вот, например, а вдруг у вас это какой-то редкий коллекционный сорт, которых всего было две штучки, а иногда даже одна. И раз вы его сломали, не расстраивайтесь, не переживайте. Оставьте пасынок и гоните его в один ствол. Будет толстый, прекрасный, хороший томат. Все.